Здравствуйте, дамы и здравствуйте, господа, с вами Ультраст Азурлейн, и сегодняшней темой видео является патч от 30 сентября для англоязычных серверов. До 12 октября будет доступен мини-эвент, в ходе которого можно будет получить скин на Ширануи, называется Mooncake Merchant. Смотрится, как по мне, весьма неплохо, хотя кто использует Ширануи? До 15 октября будет доступен ивент Counter-Attack Within the Fjord, грубо говоря, ивент на Эскимо. Классический мини-эвент, в ходе которого нужно будет зачистить SP3 локацию, необходимое количество раз, тут количество раз не указано, тут скорее просто пишут именно про количество ивентовой валюты, которую вы должны выбить. Вы можете брать с собой Warspite или Foxhound, одну из них, и тогда вам будут начислять эти ивентовые очки с бонусом, всего нужно будет набить 10 тысяч, а вместе с бонусом будет выпадать из SP3 200 ивентовых очков. То есть фактически нужно будет пройти SP3 локацию где-то 50 раз, но учитывая, что вы еще будете открывать SP3 локацию, то наверное раз там 45 или типа того выйдет. И также из SP3 локации можно будет выбить Z2, которая была не так уж давно. И помимо старого доброго фарма локации, можно будет с 3 октября по 15 выбить Эскимо из Лайткрафта, кому так очень сильно нужно. Касательно новых скинов, во-первых скин на Эскимо, парка лес Пранкстер, смотрится очень прикольно, но ее кривое лицо меня немного пугает. С другой стороны скин хоть и пляжный, но при этом не выглядит прям уж совсем таким, ну вы поняли каким в общем. Новые свадебные скины на Акаши и Микасы, наконец-то на них можно будет жениться. Кошка и самый старый, ну почти самый старый корабль Азурвейна, поздравляю ребята. Ретрофит на Арияке завязали, теперь она может быть в фиолетовой редкости, поздравим ее. И в Core Shop ввели несколько новых вещей, которые называются Cargo, то есть груз, то есть нужны для транспортных кораблей. В данный момент единственный транспортный корабль в игре это Кошина. Будут доступны они получается с начала месяца октября, называется Aviation Materials, Small Caliber Naval Gun Parts и Torpedo Materials. Соответственно, в японском твиттере я нашел упоминание картинку только двух из этих трех вещей, но очевидно эти вещи будут бафать определенные статы, там торпеда или может быть там каким-нибудь пушки легким крейсерам, там в зависимости от названия. Или еще какая-то штука на авиационный баф, потому что не все могли купить с ивентового магазина нынешнего ивента эти самые грузы. Наверное, как-то так это будет происходить. Пишите, пожалуйста, свои предположения, что эти вещи будут делать. В донатный магазин введут до 12 октября пак колец, то есть можно будет по скидку купить два кольца за 980 гемов. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением, как им воспользуюсь и я. Это банально просто выгодно. С 3 октября по 14 будет доступен Limited Strategic Supplies. Может быть для тех, кто так сильно хочет выбить Эскимо. Новая награда за фурнитуру за этот месяц будет Portable Shrine. И далее идет новая озвучка, которую ввели. Эскимо сразу же появится с озвучкой и также многие новые старые скины тоже ее получат. И конечно же новый контент Justogram до 15 октября. На Валкаре в Дорме будет заменена другую картинку, просто другая картинка. Исправлен баг, когда чувак заходил вам в друзьях в Дорм, но тем менее ник его не отображался, вы не могли понять, это как бы ваш корабль или не ваш. Также скилл Wolfpack Tactics у немецких судмарин U-73, U-110, U-522, U-556 и U-557 теперь будет работать одинаково и будет увеличивать точность, торпедный стат и перезарядку. Немного изменили интерфейс свадьбы и исправлен баг, в ходе которого самолеты ваши могли нанести чудовищный урон по вражеским самолетам. Мне об этом писали несколько дней назад, что типа в 13-м мире прям ваша авиация разрывает вражескую авиацию на куски. Ну все ребята, те кто мог побогоюзать немного, вот уже наверное даже 13-й мир умудрились пройти. И со 2-го октября ивент на Шинана Dreamwalkers Butterfly не с этого дня, а именно с 2-го октября ивент будет более недоступен, так что желаю вам удачи в выпадении. Соответственно вместе с ней уйдет и соответственно ивентовая гача, имейте это пожалуйста в виду. Сам ивентовый магазин еще будет после этого неделю висеть и скины все еще доступны, их никто еще не убирает. В принципе это все что могу сказать по данному вопросу, сегодня стрим по Azur Lane будет 6 часов вечера, буду рад всех вас видеть, всего хорошего и до новых встреч.